Passat у нас популярны, но только седаны. Универсалы, в отличие от Европы, пользуются небольшим спросом. В чем причина? Уж точно не во внешности. Смотрится универсал гармонично и представительно. За версту видно, что это солидный автомобиль. С другой стороны, внешности не хватает изюминки. Каких-либо запоминающихся черт у Volkswagen нет. Глазу не за что зацепиться. За покупателя Passat приходится конкурировать с Opel Insignia, Ford Mondeo и Skoda Superb. Универсалы покупают ради вместительного багажника. Смотрите, да это же настоящий корабельный трюм. Пол квартиры поместится. Багажник настолько велик, что до его дальних углов даже рослому мужчине дотянуться проблематично. Благо у Passat на этот случай имеется удобный сдвижной пол. Люди практичные оценят и выдвижной фаркоп с электроприводом. Обстановка на водительском месте лаконичная. Даже чрезмерно. Все слишком строго. Во всем чувствуется немецкий Ordnung. Особенно силен Passat по части эргономики. Идеальный, словно скройные по фигуре кресла. Идеальный в хвате руль. Выверенные расположением всех кнопок и переключателей. Претензия только одна. Чрезмерно маленькие боковые зеркала, зона обзоров которой оставляет желать лучшего. Для Passat предлагается множество различных моторов. В нашем распоряжении золотая середина. Снабженный турбонаддувом бензиновый двигатель рабочим объемом 1,8 литра развивает скромные для своей кубатуры 152 лошадиные силы. Но этого табуна Volkswagen хватает с лихвой. В любом из режимов движения универсал готов весело ускориться. Причем без малейшего промедления. Спасибо семиступенчатой автоматизированной трансмиссии. Volkswagen всегда отличались достойной управляемостью. И Passat не исключение. Автомобиль непоколебимо стоит напрямой, даже если под колесами бугристый асфальт. Спить его с курса кажется невозможно. И в поворотах универсал оказался совсем не промок. Он уверенно стоит на дуге. Еще бы подвеска была чуть менее жесткой, был бы вообще идеал. Passat хорош, спору нет, но дорог. За без малого миллион восемьсот тысяч рублей я бы присмотрелся к полноразмерному кроссоверу или седану бизнес-класса.